Детский хоккей в Павлодаре под угрозой. Это несмотря на обустроенные ледовые дворцы. Все дело в том, что этот вид спорта не дешевый. И затраты ложатся бременем на родителей. К тому же тренеры не задерживаются в команде. Вместо того, чтобы как-то привлекать детей, привлекать тренеров к тому, чтобы как-то развивать хоккей, потому что у нас нехватка тренеров, нехватка детей, но этого не делается. То есть идет полный развал. Родители рассказывают, что сами платят за участие в республиканских и зарубежных соревнованиях, а также покупают билеты, оплачивают гостиницы, транспорт. Только одна поездка на соревнования в среднем обходится в 50-70 тысяч тенгена игрока. Нету хоккейстов и спортивного врача. Тренерская работа слабая. Родители вынуждены забирать детей из хоккейного спорта. Но тренеры придерживаются другого мнения. Мы находимся в детской спортивной школе. У нас финансирование по школе, то, что нам закладывают, это на 27 видов спорта, сколько, как говорит руководитель школы нашей, 7 миллионов. Вот представьте, если даже мы на 27 видов спорта, а в каждом виде может быть не один тренер, а вот как в хоккее 8 тренеров, и мы, допустим, будем просить, ну 7 миллионов поделите на 27, сколько останется на каждый вид, ничего не остается. Это не от того, что мы не хотим приобретать.